Российский комедийный сериал «Воронины» впервые вышел на экраны более 10 лет назад, а именно 19 ноября 2009 года. За это время сериал попал в Книгу рекордов Гиннесса, получил две премии ТЭФИ и кардинально изменил жизни исполнителей главных ролей. И сегодня на канале мы расскажем вам о том, чем сейчас занимаются актеры и о их личной жизни. Георгий Дронов. Роль Костика Воронина сыграл Георгий Дронов. Его творческий путь начался довольно рано, в первый раз он вышел на сцену театра в 19 лет. В кино актер начал сниматься с 1991 года, но поначалу ему доставались лишь эпизодические роли. Известность к нему пришла после съемок в сериале «Саша плюс Маша» и ролей в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Но многотысячная армия поклонников у него появилась после главной роли в сериале «Воронины». После этого проекта Дронов дебютировал и в качестве режиссера в сериале «Счастливы вместе» и продолжил сниматься в кино. Актер женат второй раз на Ладе Дроновой. Они вместе воспитывают троих детей. Кроме собственных детей актера в семье живет также и дочь Лады от первого брака Юлия. В 2019 году на экраны кинотеатров вышла кинокомедия «Любовницы», в которой в одной из ролей появился Георгий Дронов. Кроме того, в этом же году он появился в сериале «Отчаянные» на Первом канале. На сегодняшний момент Георгию 48 лет, и он все так же очень востребован. Екатерина Волкова. Екатерина стала популярной благодаря роли Веры Ворониной и уже в 2009 году вошла в тройку лучших российских актрис. В 2010 году Екатерина вышла замуж за партнера по проекту «Танцы со звездами» Андрея Карпова, а в 2011 родила дочь. За последние годы Волкова приняла участие в массе телевизионных программ «Кто хочет стать миллионером?» «Форт Боярд, угадай мелодию, пусть говорят, самый умный». Актриса, недавно перекрасившаяся в рыжий цвет, продолжает сниматься в кино, а также занимается бизнесом. У нее несколько магазинов по продаже одежды и школа танцев, которую она открыла вместе с супругом. В последний раз актриса появлялась в фильме «Парень из Голливуда» или «Необыкновенные приключения Вени Везунчика». На сегодняшний день ей 38 лет. Мария Ильюхина. Мария Ильюхина из «Маленькой девочки» превратилась в очень эффектную молодую девушку. Маша, которой 19 ноября исполнилось 16 лет, снялась на сегодняшний день в 10 фильмах и сериалах. Также она работала моделью. Еще одно серьезное увлечение Маши – гимнастика. Девушка является призером уже многих соревнований, а после окончания школы собирается поступать в школу-студию МХА. Кроме того, Мария профессионально занимается музыкой. В начале лета она выпустила клип на дебютную песню «Искры». В 2018 году Мария начала усиленно осваивать интернет-пространство. К страницам в Инстаграме и во Вконтакте добавился личный канал на YouTube, где Ильюхина фигурирует под именем Мэри Берри. На сегодняшний момент нашей звездочке 16 лет. Борис Клюев. Главу семейства Воронинах сыграл известный актер Борис Клюев. Зрители полюбили его еще по работам в советских фильмах. Самая известная его роль того периода – рафшор в «Д'Артаньяне и трех мушкетерах». Всю жизнь Борис Владимирович выступает на сцене малого театра и снимается в кино. На данный момент в фильмографии 75-летнего актера уже около 200 работ. А за роль Николая Петровича Воронина он получил премию ТЭФИ в 2011 году. «Египетская сила! Каких слов понабралась?» Помимо актерской профессии он занимается педагогической деятельностью, руководит двумя курсами ВТУ имени Щепкина и заведует кафедрой актерского мастерства. Актер женат в третий раз, супруги вместе с 1975 года. Жена не имеет отношения к актерской профессии, а единственный сын Алексей, родившийся в 1969 году, умер в ранней молодости, в 24-летнем возрасте, от сердечной недостаточности. В 2019 году Клюев официально подтвердил, что у него рак легких. По словам исполнителя, заболевание не мешает ему заниматься любимым делом. Актер проходит плановое лечение, а в свободное время занимается у себя на даче флористикой. Анна Фроловцева Роль дотошной, но при этом обаятельной свекрови Галины Ивановны досталась Ане Фроловцевой. До этого актриса снималась много, но всегда в эпизодических ролях, а настоящей звездой стала уже в зрелом возрасте. За год до начала съемок Анна Фроловцева потеряла мужа, с которым прожила в браке 33 года. Взрослый сын Денис и две внучки жили своей семьей, и роль Галины Ивановны стала настоящим спасением от депрессии и одиночества. Многие коллеги по съемкам стали для актрисы близкими друзьями и в какой-то степени заменили семью. С Екатериной Волковой и Георгием Дроновым они даже ездили вместе отдыхать. Сейчас актриса нигде не снимается, на сегодняшний день ей 71 год. Просто не ожидала, что меня так все любят. Честно, это очень приятно. Очень трогательно, приятно. До слез просто. Станислав Дужников. Про актера Станислава Дужникова мы недавно рассказывали в выпуске «Что стало с актерами популярного фильма ДМБ». Поэтому, кому интересно, ссылка будет под видео. Юлия Куварзина Своими изменениями во внешнем облике удивляла зрителей и экранная жена Лёни Анастасия Воронина, роль которой исполнила Юлия Куварзина. До Воронинах она успела сняться в сериале «Не родись красивой», а после этого было еще много ролей в фильмах и сериалах. Недавно актриса похудела на 20 килограммов и в результате довольно сильно изменилась внешне. Она продолжает сниматься в кино, играет на сцене театра на Таганке. Этой осенью стало известно о том, что Юля развелась с супругом актером Алексеем Аптовцевым, от которого у нее подрастает 11-летняя дочь Елизавета. На сегодняшний момент ей 44 года. Сыновей-близнецов Кости и Веры сыграли братья Кирилла и Филипп Михины. Но к началу съемок 11 сезона родители мальчиков решили уехать из России. Сейчас близнецы живут с мамой в Таиланде, а эти роли дальше исполняли Артем и Роман Пинчук, которые кроме этого сериала нигде не снимались. Пацанам уже по 13 лет. И на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на наш канал и прожимайте лайки, они нам очень нужны.